Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект Дом-2 пообещал помочь парам, которые проиграли в конкурсе «Свадьба на миллион», все-таки организовать торжество. Первое бракосочетание будет у Таты Абрамсон и Валеры Бульменкранса уже в апреле. В июне свадьба у Димы Дмитренко и Ольги Рапунцель, в июле у Марины Африкантова и Андрея Чуева и в августе у Кости Иванова и Саши Гозиас. А когда дата у Чты Кузиных остается в секрете? К Мане Донцовой пришел парень, 27-летний музыкант из Питера по имени Илья Грин. Он уже служил в армии, поэтому не сбежит с проекта. Вместе с Ильей в этот неплановый приход на поляне появились еще три участника. Роман Баранчук, ему 26 лет, он из Москвы. На проекте его привлекает, как ни странно, Ирина Донцова. Он любит девушек постарше. Кристине Ослиной, 26 лет, она из Одессы, пришла к Ване Барзикову. То, что он в паре, девушку не смущает. Она работает танцовщицей. Это Натали Пирачини из Италии. Она родилась в России, работает моделью и с русскими туристами. Ей 26 лет, ей понравился Ваня Заря. На проекте оставили всех четверых. Марина Африкантова и Андрей Чуев наслаждаются отдыхом в Дубае. Марина пишет, хочу тут остаться. Ваня Барзиков и Лиза Полыгалова уже на Сейшелах. Барзиков записал видеоблог. Он рассказал, зачем снова летит на Сейшелы. Во-первых, там нравится Лизе. Она любит купаться, загорать, кушать фрукты. Во-вторых, там много молодых людей, которых нужно научить строить отношения. А также, чтобы испытать себя, потому что в прошлый раз Ваня как-то быстро сломался. Влад Кадони решил удалить свою страницу в социальной сети ВКонтакте. Влад обиделся, потому что из-за того, что он мало выкладывал там информации, у него отобрали подтверждение страницы. На поляну в гости приехала мама Димы Лукина, Ирина Донцова, чтобы выглядеть стройнее. Поправила этот снимок, вытянула его вертикально, и в итоге ноги Андрея Черкасова стали комично выглядеть. Подписчики в воле потешаются над этим. Татьяна Владимировна Африкантова верна своим традициям. Она гуляет по Москве, общается с фанатами, публикует снимки. Также женщина ведет постоянные видеотрансляции. На днях, например, она была на Новодевичьем кладбище и бродила по могилам знаменитых россиян, комментируя свои мысли на камеру. Надя Ермакова пожаловалась, что недавний праздник, День всех влюбленных, стал худшим за всю ее жизнь. Подписчики ей говорят, что если так она выглядела, то неудивительно. Что ты с собой сделала, Наденька, напугала небось кавалера. Диана Игнатьюк опубликовала пикантное фото в духе БДСМ, намекнув, что именно так они с ее возлюбленным планируют провести День Святого Валентина. Диана осталась довольна собой, но подписчики не оценили увиденного. Многие опасаются, что Инстаграм Дианы могут даже закрыть. Ольге Ветер на День Святого Валентина подарили красивый букет. Многие надеялись, что таким презентом вину передоли и пытаются искупить Глеб Жемчугов. Но на деле все оказалось не так. В ответ на предположение подписчиков, Глеб с раздражением ответил, что цветы подарил не он. Так что Ольгу балует ее новый бойфренд. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.